Девушки отдыхают Вот так И сколько они здесь пролежали в гараже? Два года Два года? Два года? Да А почему так долго? Этого зовут Сивоплясов Дмитрий Иосифович Вот этого парня А как узнали? Что-то подписное было Или медалью Слушай, а почему два года ждали так долго? Потому что в прошлом году сказали Что могилы нарушают эстетику Эстетику красивую То есть люди погибли там и вдруг Нарушают эстетику Это кто так сказал? Понятно Жаль подмога не пришла Подкрепление не прислали Нас осталось только два Нас с тобою наевали Все братушки полегли С патронами напряжно Но мы держим рубежи Мы сражаемся подважно Все братушки полегли С патронами напряжно Но мы держим рубежи Мы сражаемся подважно Это отлично я парня нашел Один что ли? Один он? Ну здесь как бы видишь Не всегда находишься легко Вот несколько костей там Разбило то ли взрывок То ли еще чего Случайно Выбивали траншею Я в сороке Стою И сюда все влезут Едем на катафалке Ну практически да Очень сильно яростные бои были И вот этот жаркий сентябрь Ребята которые в общем Еще не потеряли как говорится Витамины из организма И за ними город Где два с половиной миллиона Их родственники Их родные И задача прорвать Вот этот небольшой Занятый немцем участок Соединиться с большой земной И они эту задачу Очень упорно выполняли Поэтому конечно Порушицы были очень сильно впечатлены Такой силы боев Они нигде никогда не встречали И по множеству щедрот твоих Очисти беззаконие мое И от греха моего И от греха моего Очисти мя И грех мой предо мною Есть вынук Все велоди себе Едином 속 tax И лукавое пред тобою И сотreten А что И по победим в них досудить идти, и во грех всех родимя, мать и моя, безвестная и тайная, при мудрости Твоей я явил меси, о мы и жимя и сломы очищуся, о мы и жимя и пачи снега убелюся, о мы и мудрости радости весели, возрадуются кости смиренные. Есть много легенд о том, что вот Невский Пятачок, это место героической гибели, трагической, что здесь на каждом квадратном метре лежит 10 человек, это одна версия, другие говорят 15, третья 17, и когда вот такие вещи говорят, что здесь погибало по батальону в день, я всегда спрашиваю, ребята, а какое количество вообще было по батальону в день, а какое количество у нас войск-то было? 48-я армия отступила, в ней было без артиллерии 6 тысяч человек, 115-я дивизия на том берегу, 6 тысяч человек, дивизия Донского 1-й НКВД, это пограничники, Жуков говорил, что там, где воюют пограничники, независимо от того, в наступлении или в обороне, за этот участок фронта я спокойно, он очень высоко оценил боевые качества пограничников. «Кровь закипала, кровь остывала, кровь закипала, кровь остывала». Армия народного ополчения дала 160 тысяч человек, истребительные батальоны при отделах НКВД и милиции дали 36 тысяч человек, «А ведь это же 2 километра, а вокруг-то город и кольцо, значит, и вот эти вот тысячи человек, они же, вы понимаете, это же вот…» «Да, поэтому все эти разговоры о том, что здесь лежит на каждом квадратном метре 10 человек, они, не знаю, зачем, очень любят говорить, что мясом воевали, что типа наши командиры были безграмотные, командиры воевали очень хорошо. Давайте просто вот классическую схему, наступающая сторона и обороняющаяся, сколько теряют в классической схеме, один к пяти, так? «Да, еще больше, да». «Немцы признают за собой потерю 10 тысяч, мы наставим на 20, ну хорошо, пускай немецкая версия, они потеряли здесь 10 тысяч, наши потери 60, но кроме того, что мы вели вот эти бои по 6 рукопашек в день, мы еще имели преграду форсирование реки с 12-метровым берегом и течением 6 метров в секунду и поток воды, как Волга и дом вместе взяты. И вот если это сюда, вот это незначительный факт добавить, то 60 получается, что мы очень хорошо воевали на этом участке. Если немцы потеряли при этом 10 тысяч, а мы 60. И на самом деле, вот как записал Гальдер в своем дневнике 24 сентября, это был пятый день плацдарма, что положение критическое, еще бы чуть-чуть, и шлейсельбургская группировка была бы окружена, это было бы первое окружение немцев по Стаминграду. Ну, там есть много факторов, там Кулик не поддержал, маршал, который командовал армией с той стороны, с стороны. И много было причин, по которым плацдарма наступал фактически только Ленинградский фронт. Соотношение сил, потерь, оно укладывается в классическую схему, говорящую о том, что воевали умело и качественно. Воевали не безумные архитики, которых НКВД гнало на пулеметры, а воевали очень здоровые комсомольцы, знавшие свою задачу. А почему написано «Азубков Иван Архипович», а там же не один человек? Ну, он, так скажем, неразделим, он перемешивается. А-а-а. С остальными неопознанными. А почему вот, там же именные? Именные, но они отдельно найдены, то есть они выделены. А-а-а. Слайд находится один, а если один, и рядом еще двое, то есть втроем уже вместе они лежат. А как отделить одного, другого? А-а-а. Человека собираем буквально по двум, по трем костям. Одна ножная кость, допустим, одно ребро и кусок челюсти. Понятно, что это был человек, потому что как бы все у нас в лажуре. И поэтому мешочек оказывается вот таких. Бывает три человека таких. Вот, допустим, три левых бедренных находим, вот таких. Трем-четырем человеком приближаем, три челюсти находим. Все в одном месте. И, допустим, там два или три позвонка. То есть у нас есть три левых ноги, есть три челюсти, значит, три человека. И поэтому вот такой маленький мешочек на трех. А бывает целиком скелет. Поэтому костей очень много. Поэтому сколько в грамоте определить невозможно. По бедренной кости рост человека можно определить? И примерно какой рост у этого человека? Ну, вот здесь сколько? Сорок? Тридцать пять? Ну, больше. То есть метр семьдесят примерно. И по вот этому отклонению, вот так, видите, шарик бедренной кости. И вот эта шейка бедра. Вот у женщин она практически под прямым углом. А у мужчин она под углом 190 градусов. Вот так можно пол определить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 13 гранат. Видимо, десантники. Это октябрьский, 43-го года, когда заново-заново брали пятак. Лас стал расширять. А он сидит. И накнулся на череп. Вниз лицом лежал он, яшка. Ну, не знаю, конечно, тогда. Я пошел с ног его расчищать, а у нас с головы. В руках компас у него вроде был. Видимо, человек что-то пытался там определить по компасу. Вот это его и накрыл. Стали разбирать уже. И главное самое, с ноги сняли все. Сапоги, ноги, таз. Грудь, живот. Он у него такой запасливый дядька. У него фонарик, часы, ручка. Много всякого всего. Часы такие на цепочке у него. И в конце уже, говорю, давай снимем ребра-то. Ну, уже грудную часть. Поднимаем такая, тынь, кружочек. Медаль за отлагу. Как мы орали. На этом берегу было слышно. Ну, пробили. Яша Рифлянцев оказался, сержант. А сам он с Ростова. Искали родственников. Я нашел только, что отец его расстрелян был. Ну, она когда в колхозе там чуть-чуть есть. Так что вот. Яша на. Пусть и сожжение не благоволивши. Сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. И да созидутся стены Иерусалимские. С Новым. Возношение и тесто сожигаемое. Сейчас возложат на Алтай Твой тельце. Субтитры создавал DimaTorzok